Всем добрый день! Хочу сегодня рассказать об изменениях моего сына Бостона. Мы уже завидомо около полтора года знакомы. На сегодняшний день у Бостона очень хороший результат. Я могу сказать, что преподаватель, который идет по развитию, тоже очень довольна. Тоже очень хвалит, говорит, все время ему интересно, все задание выполняет сам. Раньше, если надо было ему долго объяснять, показывать, но сейчас ему с ним легче стало. И нам тоже дома очень легче стало. И вообще начал тоже, как обычные дети, вопросы задавать. Мама, куда? Почему? Зачем? Ну, такие вопросы, как обычные дети, задают своим родителям. Мой сын тоже уже начал задавать такие вопросы. У нас еще очень, не знаю, могу сказать, это победа или еще один такой результат хороший. Раньше до знакомства Давида, мало того, что мой сын не говорил, он постоянно нижнюю губу сосал. Когда мы познакомились с Давидом, я ему жаловалась, что он постоянно губу сосет. Из-за этого может и не разговаривать. Но он подсказал, что здесь делать. Но это со временем, я даже не помню, когда это, ну, перестал этого делать. Но все равно он ночью, и когда засыпал, все равно сосал губы. Вот последнее время я заметила, и даже ночью он не сосал губы. И когда засыпает, тоже просто засыпает, и все. Вот, ну, как бы могу сказать, что это еще одна причина, ну, тоже такая привычка отстала от него, да, могу сказать. Вот, что еще хочу сказать, что он до двух лет игрался на песочнице. С двух лет он вообще в песочнице вообще не играл. Мы его какими-то только способами привлекали это внимание, хотели привлечь внимание на эту песочницу, он не хотел. Вот буквально на той неделе я с ним гуляла. Он пришел на площадку, оставил самокат, и с этой песочнице вообще не вылазит. Он копается, что-то делает, строит, с машинками, что-то там играется. Начал играться вот песочница, это меня очень сильно радует. И он еще начал говорить свои желания, начал мечтать. Он начал говорить, что хочет на скейтборде кататься, на велосипеде кататься. И он катается на самокате и делает, ну, как бы, вот, как сказать, мечтает, как он едет на скейтборде или там на велосипеде. И вот, когда другие ребята катаются на велосипеде, он на них смотрит с таким интересом и говорит, мама, купи велосипед, купи. Я говорю, ну, ты еще маленький. И он, как бы, у него какие-то мечты появились, я не знаю, он мечтает об этом, знаешь, на скейтборде. И он на самокате стоит, как будто на скейтборде. И говорит, мама, мама, смотри, как на скейтборде. Мне так говорит, и я прям, аж душа радуется. Это все благодаря нашим волшебникам. Давиду, спасибо ему огромное. И Сефе тоже огромное спасибо за, особенно за сказки, которые мы сами, даже взрослые, засыпаем под эти сказки. Так что мы очень рады, что мы с Давидом знакомы. Такие у нас результаты на сегодняшний день. Всем пока. Продолжение следует...